Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Сегодня» и в студии журналист Антон Хатиновский, мой сегодняшний гость, вернее, гостья, заместитель руководителя управления координацией занятости и социальных программ Алматинской области Бахыт Токтаровна Джаксыбаева. Здравствуйте, Бахыт Токтаровна! Ну и, как, наверное, поняли наши телезрители, разговор у нас пойдет сегодня о трудоустройстве и все, что с этим связано. Тем более, что на сегодняшний день у государства существует несколько обширных программ для того, чтобы наше население чем-то занималось, а не сидели бесцельно по домам и не искали где-то ходили ежедневные заработки. Итак, Бахыт Токтаровна, первый вопрос к вам такой. Скажите, пожалуйста, сегодняшний день есть две государственные программы большие. Это «Инбек» и «Дорожная карта». Какие главные цели ставят перед собой вот эти вот обширные, объемные, на мой взгляд, программы? Очень хороший вопрос. Я хотела бы остановиться на том, что у нас в области с 2017 года реализуется государственная программа развития продуктивной занятости и массовой предпринимательности «Инбек» на 2017 и 2021 годы. Она рассчитана. Эта программа у нас реализуется успешно. Она направлена на обеспечение продуктивной занятости населения и вовлечение граждан именно для развития массового предпринимательства. Там такие активные инструменты используются, как гранты, микрокредиты, обучение, основы предпринимательства, также краткосрочное обучение. И такие активные меры занятости, как общественная работа, социальные рабочие места, молодежные практики, все они способствуют тому, чтобы вовлечь население в занятость и обеспечить занятость населения, а также вовлечь их в развитие массового предпринимательства. Кроме того, эта программа у нас «Дорожная карта занятости» – это новая программа. Она разработана и утверждена в текущем году в целях исполнения поручения президента Республики Казахстан для реализации антикризисных мер и обеспечения занятости населением. Основные цели «Дорожной карты занятости» – это обеспечение занятости, создание новых рабочих мест, недопущение уровня безработицы, создание условий для развития инфраструктурных проектов. То есть она тоже способствует обеспечению занятости населения. Особенно «Дорожная карта» способствует обеспечению занятости в селах, в сельских местностях. Это прекрасная возможность получить, то есть трудоустроиться и иметь работу на руках. Причем с хорошей нормальной заработной платой. И зарплата, если направляется через центры занятости или привлекается на реализацию данных проектов, зарплата от 85 тысяч и выше. Здесь минимальная сумма зарплаты – 85 тысяч и более выше. Все зависит от квалифицированных специалистов. Конечно, как он покажет себя и какую профессию имеет, какую квалификацию. Все это учитывается. Скажите, пожалуйста, на кого, какая целевая группа вот этих вот программ? Данная программа, она обеспечивает занятость безработных граждан. Как вы знаете, у нас безработное население более 48 тысяч, у нас по области только. Кроме того, вовлекает в массовые предпринимательства тех начинающих предпринимателей, индивидуальных предпринимателей, которых начали, для того, чтобы они могли развить свой бизнес, например, через получение микрокредитов в рамках программы ЕНБИК. Также молодежи, способствует занятий молодежи, многодетных, малообеспеченных граждан и так далее. То есть, получается, программа включает в себя все возрастные группы, начиная от студентов вчерашних и заканчивая уже людьми предпенсионного наэровозраста. Да, да, это действительно так. Даже школьники во время каникул могут работать по программе ЕНБИК. Студенты во время каникул, в то время, когда они свободны, они могут тоже участвовать в программе ЕНБИК. Получать зарплату? Да, соответственно, получать зарплату за проделанную работу. Вы знаете, на реализацию государственных программ всегда выделяются большие денежные средства. И вот, насколько известно, на реализацию дорожной карты занятости только из республиканского бюджета на нашу одну Алматинскую область выделено 1 триллион тенге. Какая часть из этих средств? Ну, это по республике 1 триллион. А в Алматинской области у нас сегодня в рамках дорожной карты занятости будет реализован 1051 проект. На реализацию этих проектов выделено более 105 миллиардов тенге. Что это? Какие проекты будут реализоваться в рамках дорожной карты? Если подойти так, то это будет и капитальный. Остановлюсь, да? Капитальный текущий ремонт, реконструкция, строительство 451 объекта социально-культурной сферы. Кроме того, капитальный, средний ремонт и текущий ремонт, реконструкция 118 объектов жилищно-коммунального хозяйства. Это и водоснабжение, газоснабжение, канализация и так далее. Кроме того, капитальный, средний, текущий ремонт, реконструкция и строительство 363 проектов инженерно-транспортной коммуникации. Представляете? Это и дороги, то есть это текущий, капитальный, средний ремонт дорог. Во всех почти населенных пунктах, сельские местности будут ремонтироваться дороги. Даже в нашем городе сколько дорог это ремонтируется. Кроме того, благоустройство 119 населенных пунктов. Это и ограждение, и это озеленение, уличное освещение делается. Вот это все делается в рамках дорожной карты занятости. Действительно, мы сейчас наблюдаем в областном центре большую такую работу. Улицы, те, которые раньше граждане нажаловались, что они не заасфальтированы в каком-то плачевном состоянии, сейчас действительно видно, что ведется большая работа. Ну, помимо всего прочего, из сел приходит тоже информация, что проходят капитальные текущие ремонты объекта образования. Достаточно неплохая программа, следует сказать. Ну, понятно, что люди как-то хотят участвовать в работе, но насколько все это позволит решить проблему занятости? И сколько мест будет создано, и уже сейчас создано, и занято ли они, востребованы ли эти места нашими гражданами? Как я сказала, вот в нашей области реализуется 1051 проект в рамках дорожной карты занятости. Планируется создать более 20 949 рабочих мест во время реализации этих проектов. На сегодня уже у нас создано по области более 17 тысяч рабочих мест. На них же трудоустроено 14 622 человека. По официальным данным, по статистике это. И в том числе через только наши полномочные органы, это через центры занятости, это безработные граждане, которые обратились туда, 7800 человек. Это вот сколько людей уже задействовано только в рамках программы дорожной карты занятости. Это я не говорю об Эмбеке. Эмбек же охвачивает сегодняшнюю программу развития продуктивной занятости массовой предпринимации Эмбек. В рамках этой программы у нас охвачено более 40 тысяч человек. Его активными мирами занятости. Говоря о программе Эмбек, скажите, пожалуйста, каким образом можно стать участником этой государственной программы? Как прийти и сказать, я хочу принять участие в этой программе, дайте мне, я не знаю, что положено мне? Я бы хотела сказать гражданам всем, которые безработные, сидят дома, но ищут работу и хотят трудиться. Необходимо обратиться в первую очередь в центры занятости населения по месту жительства. При обращении по месту жительства они сперва региструются как лица, ищут работу, затем им присваивается статус безработного. С этим статусом безработного они могут участвовать в программе Эмбек. То есть обучиться, если необходимо, если они хотят переобучиться, получить другую востребованную профессию, пожалуйста, есть краткосрочные курсы, трехмесячные. В рамках его они даже стипендии получают. Но если сейчас мы все в режиме онлайн же, поэтому они могут дома это краткосрочное обучение, курсы пройти. Кроме того, есть гранты, есть кредиты, есть социальные рабочие места, молодежная практика и общественные работы. На общественных работах, которых мы направляем безработных граждан, оплата труда составляет от 85 тысяч тенге. То есть это хорошая возможность заработать, потрудиться и получать достойную оплату труда. Вот скажите, пожалуйста, хорошо, вот я зарегистрировался как безработный и хочу стать участником программы Эмбек. Но теперь я хочу не просто стать ее участником, а получить какие-то денежные средства, как вы называете, гранты. Каким образом мне вот прийти и получить эти заветные гранты? Вот, например, человек обращается в центры занятий, он при обращении, его консультируют наши сотрудники центра занятий, и он заявляет, например, я хочу получить грант для открытия собственного дела. Какой-то. Ну, он может, например, он тот же полихмахер, то есть у него есть образование. Или если нет образования, тогда он говорит, мне нужно пройти краткосрочные курсы, а после него, как он защитится, получить сертификат. Либо же, у нас обучение основным предпринимательством по проекту «Бастов бизнес». После его завершения этот человек получает сертификат. Теперь он может подавать на получение гранта. Гранты в размере 200 МРП, более 500 тысяч. То есть он на эти деньги может приобрести оборудование, там, необходимо, технологическое и так далее. А вот сколько людей уже воспользовались такой финансовой поддержкой? И какие средства, в общем-то, ушли у нас по грантам, вот, целевые? Если по программе «ИНБЕК», то в этом году у нас запланировано, что будут выданы гранты 2130 человек. Этот грант получат. На эти цели у нас предусмотрено 1 миллиард 290 тысяч. А на сегодня у нас уже гранты получили 1795 человек. Это сегодняшние данные на сумму более 920 миллионов. Достаточно внушительная сумма. Да, но вот эти гранты, с одной стороны, очень хорошая вещь. Вот мы вчера только узнавали, в Толгарском районе одна жительница все думала, ну, чем бы заняться? Ну, такое, чтобы она приносила доход. И она у себя выращивала, например, козу, да? Козье молоко пользуется спросом. Особенно Толгар же близко находится к городу. Да, да, да. И она решилась заняться этим бизнесом. Козье молоко, то есть продавать. Для этого нужно все-таки его сепарировать, его технологическое оборудование. Технологическое оборудование необходимо, наверное, значит. Для того, чтобы обеспечить стерилизацию молока и так далее. И вот она получила грант и открыла именно свои собственные дела. То есть она поняла, что она может сделать, и применила его на практике, получив грант. Также есть многие люди у нас, газосварщики. Он этим делом занимался. Но у него даже образование есть. Закончил училище и так далее в то время когда-то. Однако, чтобы начать свое дело, нет средств. И вот этот грант помогает стать начинающим предпринимателем. Дает полчок, чтобы они создали свое собственное дело. А потом после грантов он имеет также претендовать на получение кредита. А кредит он уже будет расширять. Если получит кредит, он может расширить свою производство. То есть здесь есть возможность, эти инструменты, программы «Имбек», они позволяют человеку встать на ноги и заняться своим любимым делом. Скажите, пожалуйста, вот эти вот гранты, которые дают людям, они возвратны? Или на безвозмездной основе государство выдало его человеку? Он взял, приобрел оборудование, работает дальше, потом берет кредит. Насколько мы понимаем, кредит возвращает. А что с грантами? Гранты безвозвратны. Если он действительно использует на развитии своего бизнеса. То есть он в последующем, например, становится индивидуальным предпринимателем, открывает свои собственные дела и использует то технологическое оборудование, которое приобретено на эти цели. В данном случае не возвращается. Но если есть нецелевое, тогда он не открывает. Он взял, это государственные все-таки деньги, и по каким-то мотивам он не стал дальше продолжать это дело. В данном случае это безвозвратно потеряно. В таком случае есть у нас в каждом районе комиссия по выдаче грантов. Они проводят мониторинг, то есть целевое использование этих средств. Если выявляются такие факты, они уже ставят вопрос о возврате этих денег. Скажите, пожалуйста, а куда в основном наши люди направляют полученные гранты? Я имею в виду, в какую отрасль? Больше там покупают какое-то технологическое оборудование? Ну, к примеру, те же сварщики, новые сварочные аппараты? Или в сельское хозяйство куда-то у нас? Куда больше уходит средств? Ну, у нас, знаете, преобладает сельское население в нашей области, поэтому в основном на сельское хозяйство идут гранты. То есть выращивание тех же цыплят, тех же крупнорогатых скот, тех же этих мелкорогатых скот приобретают, выращивают, откармливают, продают и так далее. Для этих целей, если для продажи молока приобретают оборудование для того, чтобы доить их, сепарировать и так далее. Кроме того, а также большим спросом пользуется приобретение технологического оборудования для открытия собственного дела, как, например, салонов, красоты, в сфере услуг. Тоже очень большой спрос у нас идет. Скажите, пожалуйста, насколько близки к завершению и насколько успешно реализовываются вот эти данные нашей государственной программы в нашей области? Сама программа развития продуктивной занятий массовой предприятий ЕНБ, как я уже сказала, с 2017 года реализуется, и она реализуется успешно. То есть в нашей области, по сравнению с другими, так и скажем, если взять по республике, у нас уровень безработицы не выросла. Даже в период пандемии, несмотря на это, за счет реализации, успешной реализации программ. То есть все люди, которые остались безработные, сидели дома, они имели возможность найти свое любимое дело. Так как у нас все центры заняты, даже в период пандемии, ограниченных мер, они оказывали эти услуги, то есть в онлайн режиме. А также они могли непосредственно сами обратиться. То есть у нас все возможности есть для этого, созданы для людей. Вот вы сейчас затронули такой вопрос, как период пандемии. Скажите, вот повлияла ли пандемия на работу центров занятости? Как-то вот, может быть, я не знаю, какие-то ноу-хау применили? Во время пандемии ограниченных мер у нас очень большой спрос пошел на получение услуг в онлайн режиме. То есть у нас есть порталы соответствующие, есть порталы, есть электронная биржа труда. Если знаете, каждый работник, каждый желающий человек может разместить свое резюме в портале электронной биржи труда. Также работодатель туда же подавал свои заявки. То есть здесь работники центра занятости непосредственно уже по информационной системе отслеживали, кто ищет работу, кто это предлагает работу. И с путем, как сказать, находили и соискателя, и работодателя, и организовывали именно трудоустройство тех лиц, которые ищут работу. В то же время у нас работали во всех центрах занятости, как колл-центры зоны самообслуживания. Очень было развито, в зонах самообслуживания каждый мог обратиться непосредственно и в электронной форме подать заявки. Их обучали мы специально всех граждан. Им как бы оказывалась помощь в получении ЦП и так далее. Даже вот эти все услуги наши работники центров занятости полностью содействовали для того, чтобы обеспечить занятость населения. Чтобы вовремя оказывать им услуги. Да, да, и эти услуги, чтобы вовремя оказывались. То есть сейчас, если вдруг случится так, что снова нагрянет карантин, и какие-то меры, связанные с пандемией, ограничительные, ваши центры уже готовы? Да, да, в наших центрах уже механизм разработан. То есть здесь будут задействованы все эти инструменты, которые я только что говорила. Основной упор тогда пойдет на оказание услуг через военном режиме. И через колл-центры будут также активно действовать. То есть люди будут в полной мере обеспечены оказанием услуг. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот у меня возник такой вопрос. В чем причина жалоб людей на отсутствие работы? Почему вот многие граждане говорят, вот нет работы, не могу найти, на ваш взгляд? На мой взгляд, сейчас в сегодняшнем мире требования, так сказать, соискателей, они возросли. Это ранее, раньше как было. Вот предложил человеку работу, и он шел на эту работу. А сейчас мир меняется, потребности людей растут, и в основном сейчас обращаются люди с высшим образованием. Например, на те же проекты, на рабочие, разнорабочие и так далее, они не идут. В основном ищут квалифицированную работу, но чтобы при этом была достойная заработная плата, в соответствии с его потребностями. Кроме того, многих ищут работу такую, которая бы им устраивала по местонахождению, близкой расположенности его тех или иных объектов, досуга и так далее. То есть здесь растут потребности их соискателя. И очень трудно бывает, чтобы прийти к компромиссу между соискателями и найти ему такого работодателя, который ему нужно. То есть потребности людей с каждым годом растут, можно так сказать. А не проводило ли ваше ведомство какой-нибудь вот такой рейтинг самовостребованных специальностей? Все-таки куда вот хотят наши люди? Раньше, помните, одно время, в годах, так я помню, 90-е, начало 2000-е, все у нас повально хотели быть юристами, непременно ходить в белых рубашках, костюмах, галстуках, вот, и заниматься юриспруденцией. Сейчас как у нас? Сейчас у нас пошел в связи с этими пандемией ограниченных мер, как бы идет поток людей на те сферы, которые связаны с IT-технологией. То есть использование компьютерной технологии, информационных систем, отдаленной работы. Вот такую работу сейчас ищут в основной континент именно в поисках такой работы, чтобы, сидя в другом месте, через интернет он мог работать. То есть уже мировоззрение людей, так сказать, соискателей меняется. А есть ли контакты вот между центрами занятости, скажем, с другими регионами Казахстана? Ну, допустим, кто-то, может быть, работодатель, хочет непременно с Алматинской области здесь людей набрать. Ну, я вот, как я сказала, у нас есть портал электронной биржи труда. Этот электронный биржи, портал сам, это республиканская база. То есть здесь любой работодатель может зайти, с любой области подать свою заявку. Также может сам же, как участник, то есть претендент, также поставить свое резюме и отправить всем работодателям. То есть, которых ищут, которых, например, они подали заявку, например, я в Астане подала заявку на работника, мне вот только это квалификация, именно с такими потребностями и так далее. И если мне нравится, там не надо никуда ходить. Именно в информационной системе отмечаешь именно этого работодателя и отправляешь туда резюме. Если же это видят, например, центры занятия эту систему видят, каждый день с ней работают. То есть вы контролируете этот процесс? Да. Как бы мы находим и работников, и работодателей, и стараемся, чтобы они установили контакт и смогли найти друг друга. Вот способствуем, так сказать. Чтобы не потерялись, чтобы это была реальная помощь. Да, да. Там ничего не надо ходить, просто мы сбрасываем, например, резюме этого работника, этому работодателю, или двум, или нескольким, чтобы у него был выбор, выбрать работу, выбрать работодателя. Ясно. Скажите, пожалуйста, вообще существуют ли у нас проблемы по реализации государственных программ? Может быть, мало желающих, может быть, там, ну, низкая активность самих граждан? Нет. У нас очень, вот программа, я сказала же, ЕНБЕК, она реализуется с 17-го года. И с 17-го года у нас не было такого, чтобы мы не выполнили те планы, те планки, которые, плановый показатель, которые запланированы в этой программе. Всегда у нас есть и востребована вот эта программа ЕНБЕК. А дорожная карта, она началась в этом году, но она тоже показала востребованность, потому что в основном этой дорожной карты охвачены, как я сказала, сельским населением. Там же и дороги ремонтируются, и дома культуры, которые 20 лет не ремонтировались, например, сегодня они смогли в рамках дорожной карты ввести ремонт, реконструкцию этих домов культуры, например. Это же большая, как сказать, перспектива устроиться на работу, найти работу по душе. Там же в одном селе несколько объектов строится, ремонтируется. В которых потом можно и найти себе работу на постоянной основе. Да, и после того, как он устроится пока семья, там же этот, например, тоже дом культуры пойдет действовать. Либо же это же фельдшерский пункт или же амбулаторий, который открывается после построения, будет искать своих работников же, которых ему нужно, и он может туда же трудоустроиться. Те же вот у нас и школы, и строительство будет, школы, также дороги и так далее. Ну что ж, Бахетак Даровна, большое спасибо вам за ту информацию, которую вы сегодня донесли до наших жителей Алматинской области. Я думаю, что наши телезрители взяли что-то для себя полезное. И непременно в случае, в том, когда они захотят найти себе достойную заработную плату, достойную работу, обратятся именно в центр занятости, где вам окажется, самое главное, квалифицированную и правильную помощь, проведя от и до. Ну и в случае необходимости, как в старые добрые времена, переучат на новую специальность. При этом будут еще оплатить стипендию, что тоже немаловажно. Ну что ж, спасибо вам, что вы были с нами. До следующих встреч в прямом эфире программы «Сегодня» на телеканале ЖТСУ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова